Привет, меня зовут Юрий Постригай. Сегодня я этот пост записываю с моей любимой женой Анастасией. Да, сегодня мы хотели поговорить об очень важной теме. Как же не критиковать друг друга? Мы с моей женой очень много читаем книг по мотивации и личностному росту. И в одной книге такого автора, как Скип Рос, мы прочитали об очень интересном тренинге. 90 дней без критики. То есть нужно не критиковать друг друга вообще 90 дней. Три месяца такой воздержанности. Говорить похвалу, показывать радость. И в голове, чтобы не было у тебя... То есть вот таких штук. Так вот, я бы вот хотел задать вопрос Анастасии. Почему же она критикует меня иногда? Вот почему? Ну, Юрий, я критикую тебя, но я от этого не получаю удовольствия. Честное слово. Я с удовольствием пройду с тобой вместе этот тренинг. И 90 дней не буду говорить. И самое главное думать о тебе как-то негативно. И оценивать твои поступки. Мне всегда было интересно, почему мы критикуем друг друга. Ну, мне кажется, что мы критикуем друг друга, потому что мы все время ожидаем у другого человека чего-то. Ставим какие-то конкретные планки для него. Что хочется нам, чтобы этот человек добился или что-то сделал для нас. И когда этот человек этого всего не достигает, у него не получается, он этого не делает, мы начинаем его критиковать, потому что он не оправдывает наших ожиданий. Вот, Юра, я с удовольствием, я с большой радостью на 90 дней откажусь от критики. И 90 дней не буду критиковать тебя, мой любимый. Честное слово, я обещаю. Все слышали? Как ты думаешь, у нас это получится? Ну, я надеюсь, что у нас это получится, потому что меня она все время хотела, моя жена Настюша, чтобы мы начали этот тренинг. И я не очень хотел, потому что я понимаю, какая это ответственность, и я все время завожусь в полоборота. То есть это вообще нереально. Будем стараться, так что если вы думаете, что у нас не получится, у нас получится. Да, и когда мы закончим этот тренинг, мы обязательно выложим пост на Юлином блоге, в котором мы расскажем, как нам удалось пройти этот тренинг, или, может быть, не удалось пройти этот тренинг. Мы будем с вами предельно честными. И еще есть такое правило, да, что если кто-то из нас в какой-то момент накосячит, то нужно честно признаться и начать тренинг сначала. Да, так что, может быть, мы с вами увидимся в ответном посте через 90 дней, может быть, через год, да, но я надеюсь, что через 90. И еще я хотела, Юра, тебе рассказать про свою методику, каким образом можно в мыслях перестать критиковать. Ведь очень тяжело, да, взять и эту мысль убрать из своей головы. Вот я все время использую такую методику. Я ее придумала в Индии. В Индии очень много тараканов, я смотрела на них и придумала. Мысли, они похожи на таракана, они бегают в твоей голове. И их нужно отловить, эту мысль, то есть ее зафиксировать, понять, ага, я вот тут вот сейчас его критиковала. Взять мысль на большой тапок и прямо вот прибить ее. Прямо прибить эту мысль. Мочить ее до тех пор, пока тараканы не перестанут бегать. У тебя сложная борьба. Мне... Тебе легче? Да, я остановлюсь, наверное, в какой-то другой системе. Я очень рада тебя. Спасибо вам. Вот и подошло видео к концу. Да, мы прощаемся с вами. Пожелайте нам удачи. До скорых встреч. Пока. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok